Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами будет новое видео, это пустые баночки. Я сейчас экспериментирую над различными рубриками на своем канале. Пустые баночки решила попробовать, потому что я действительно использую очень много косметики. Преимущественно эта косметика для волос, но также есть и уходовые средства, поэтому и бьюти-маньяки, и волосы-маньяки будет, я думаю, полезным, потому что вся косметика, которая у меня сегодня есть, это косметика, купленная за мои деньги, это не присланный нам обзор товара. Я могу дать вам объективное и честное мнение. У нас с вами будет вот такой вот огромный пакет, и это все, представляете, пустые-пустые баночки. Я считаю, что нужно нам немедленно приступать. Первое, это у меня будет бальзам с протеином от бренда Salerm. Одно дело, я действительно подсела на продукцию Salerm и пила просто буквально все их основные продукты по уходу. Что я могу сказать? В принципе, неплохой бальзам, но с учетом его немаленькой стоимости, ну, просто этих денег не стоит. Безусловно, здесь, там, в каком-то 10-м или 9-м месте есть герализированный коллаген и кератин, но эффекты на волосах, честно, они, видимо, в такой микроскопической дозе находятся, что эффекта на волосах нет, поэтому не могу вам рекомендовать его к покупке, но если вы ничего, кроме масс-маркета, не пробовали, вы попробуете этот бальзам, то он вам однозначно понравится. Следующая баночка точно так же от Salerm. Это маска для глубокого очищения, глубокого увлажнения. Могу отметить то, что именно эта серия, она очень приятно пахнет жвачкой, очень-очень приятный такой, вот, знаете, девочковый аромат. На этом, в принципе, все прелести этой маски заканчиваются. Что маска, что шампунь пахнет достаточно приятно. Это маска из серии глубокое очищение, глубокое увлажнение, все, как завещал Вартан Болотов. Это именно технологии Salerno Cosmetics. По поводу самой маски, да, она смягчает, она делает волосы более легкими, более такими, да, которые можно расчесать, но она стоит практически 400 чем-то гривен в розни. Честно, я бы вообще не купила, я бы лучше купила какой-нибудь Chiggy или Joy, когда платив немного денег, либо тот же Goldwell, у которого, да, более приличный состав. Но, будем говорить, эта маска, она признана питать и увлажняет интенсивно сухие волосы, но не могу сказать, что я в большом восторге от данного продукта. Раз уж мы с вами начали с бренда Salerno, показываю вот такой вот шампунь White Blancas. Это антижелтый шампунь от Salerno, но могу сразу вам сказать, что это не шампунь, он не пенится. То есть, вы сначала должны голову помыть обычным шампунем, который пенится, и уже на втором этапе нанести вот этот шампунь. В принципе, он работает только от 10 уровня на блондинках, поэтому если вы блондинка на 8-9 уровне, то шампунь не сработает. Опять же, волосы конкретно-конкретно подсушивают, как и любой антижелтый шампунь, потому что там содержатся красящие вещества. Не могу сказать, что в большом разочаровании, но также в большом восторге мне этот шампунь не привнес, потому что цветокоррекция минимальная, даже вот я на 10 уровне блондинка, цветокоррекция очень-очень слабая. Главное, этот шампунь сделан так, чтобы вы неоднократно им пользовались, но я вот отказалась полностью от оттеночных шампуней, бальзамов, потому что на данный момент мне удается поддерживать свой цвет волос краской, поэтому пока что для меня такие средства не актуальны. Сам шампунь, в принципе, неплох, но, будем говорить, его космическая стоимость, да, ну, именно в Украине, не в России, я знаю, что в России эта косметика по стоимости очень-очень доступная, в Украине нет, просто из-за того, что, насколько я знаю, то украинское представительство завозит с России, а Россия уже там с Испанией. Я не могу сказать, что это большой восторг. Дальше у меня бренд Sea of Life, это израильский премиум сегмент, энергетический скраб для волос. Он сам по себе выполнен в виде такой вот сахаристой жидкости, да, такое впечатление, как будто бы это нерастворённый сахар. Очень классно помогает при перхоте. Красное средство для тех, кто страдает сухостью кожи головы и так далее, из-за того, что он такой маслянист, тем не менее, он выглядит, как будто он, это сахаром. Здесь 100% маслом розмарина, 100% натуральным. Его можно использовать для укрепления волос, для укрепления кожи головы. Я с удовольствием пользуюсь этим скрабом. Поверьте, вот такой вот одной баночкой, она стоит около 20, по-моему, 20-25 долларов. Вам хватит на год так точно, вот, ну, до окончания, да. И я использую несколько раз в месяц, нужна вообще просто граммульничка, поэтому если, то есть, если вам есть с кем разделить такой скраб, можете покупать на двоих, потому что в большой банке вам одной будет достаточно. Верхоть снимает на неделю, на две, если есть такая проблема, да, неделю-две вот после такого скраба не будет помассировать, оставить и смыть. Дальше я показываю классическое средство от Esteele, флюид-блеск с термозащитой для всех типов волос. Могу сказать, что это средство даёт крутой блеск, но вместе с ним и даёт достаточно сильную жирность. Мне оно не нравится ни как в работе, ни на себе, да, на более натуральных волосах даёт классный эффект блеска, очень прикольный. На блондированных волосах мне не нравится эта маслянистость, выглядит это достаточно неестественно. Можно, например, нанести это средство как-то пятнами, потом это всё будет, ну, крайне неопрятно, неаккуратно смотреться, поэтому я не рекомендую это средство, мне не нравится. Следующее, то, что я вам показываю, это шампунь Lesson Limited от L'Oreal Professional. Это шампунь для разглаживания волос. Дело в том, что у меня по своей структуре волосы более вьющиеся, а этот шампунь был призван разглаживать. Когда я мыла, наверное, первый месяц, у меня был просто вообще дикий восторг, мне настолько нравился этот шампунь. То есть, также у меня была маска, но её тоже не осталось уже. В принципе, хороший шампунь. Вот за что мне нравятся шампуни L'Oreal, за то, что они очень экономичные. Мне этого шампуня хватило достаточно долго, но потом у меня появились более лучшие работающие продукты, и я его убрала. Да, он даёт, знаете, он нисколько выпрямления, он даёт лёгкость в расчесывании, поэтому, знаете, люди делятся, в принципе, на два типа. Кому нравится L'Oreal, кому не нравится, ну, не очень, да. Я не большой фанат бренда L'Oreal Professional, но, в принципе, как право, он имеет место быть, но сейчас у меня другие средства, поэтому вот так. Дальше у меня пустая баночка. Опять же, это бальзам от Salerno с протеином. Я вот сначала покупала маленькую паночку, а потом уже купила пол-литровую. В принципе, он у меня закончился, но когда он уже до половины дошёл, то у меня уже, к сожалению, это средство не вызывало, и мне уже хотелось бы скорее, чтобы оно закончилось. Дальше. Классика, хит, рекоменда. Coral Hydra. Это шампунь, призванный увлажнить волосы, призванный сделать их более живыми, более красивыми. Сразу скажу, что если ваш блонд отваливается, вас такое средство не спасёт, но если у вас, например, волосы окрашены в тёмные цвета, либо ваши волосы в таком среднем состоянии, то средство вам очень-очень сильно понравится. Блондинкам я бы не рекомендовала, потому что увлажнения особого нет, и вообще, мое главное убеждение, что сначала волосы нужно напитать, и потом уже увлажнять. Если увлажнять полностью сухой блонд, то ничего хорошего и приличного из этой затеи не выйдет. Что касаемо самого шампуня, здесь объём 1 литр. Мне его хватило, буквально, вот, потому что очередной шампунь, да, мне его хватило больше, чем на 7 месяцев. Очень экономичный, в принципе, с первого раза, когда он носит и пенится так себе, на второй раз уже достаточно хорошо. Нужна действительно капелька. Очень приятный аромат. Здесь написано о том, что этот шампунь предназначен для ухода за сухими волосами. В целом я согласна. Но дальше это просто вообще сказка, что формула обогащена протеином, он, в общем, мгновенно питает и увлажняет волосы. Это на самом деле враньё, потому что шампунь слишком мало находится на волосах, чтобы как-то что-то подпитать. Но неплохой шампунь, будем говорить, это лучше, чем любой масс-маркет. Коралл неплохой, хороший бренд. И им вполне можно пользоваться. Я знаю, что у многих девчонок пользуются ампулы от Коралл для волос, для улучшения роста волос. Я их ещё не пробовала, но вполне возможно, в ближайшее время я их закажу. Следующие два средства, это система защиты волос Self Flex от бренда Baby One. Это шерстарский бренд. Я, наверное, выпущу отдельное видео, где буду сравнивать все плексы, если вам такое видео будет интересно. Но, на мой взгляд, это лучшая защита волос, которая, в принципе, существует на данный момент. Baby One дает лучший результат. Также в этом бренде есть краски, но я их ещё не пробовала. Единственный момент, что меня смущает, это то, что в первом шаге та вот как бы часть, которая непосредственно, непосредственно капает сюда в состав, здесь есть этаноламин, то есть это производная аммиака, и это то средство, которое раскрывает чешуйки волос для того, чтобы средство проникло глубже. Этот момент меня немножко смущал, но в целом, если на это закрыть глаза, это лучшее средство. Я думаю, что про Селс Лекс и про все остальные плексы я хочу снять отдельное видео. Очень-очень рекомендую по стоимости, как Олоплекс. Результат отличный и намного лучше, чем Олоплекс. И вообще с Олоплексом это отдельная история. Дальше у меня вот эта вот смятая баночка. Это маска Семен Делина Даймонд от Альфа Парф. Она мне очень сильно нравилась, в то время, когда я начинала пользоваться. Это маска для блеска. У них точно такой же есть шампунь, но его я не пробовала. В принципе, он предназначен для нормальных волос. Почитав отзывы в интернете, и в принципе, с учетом того, что я как блондинка, мне постоянно не хватает блеска волос, то мне и пришла в голову идея, что нужно попробовать эту маску. И действительно, я была вообще просто поражена первое время. Очень мягкие волосы, действительно блеска, на 50% больше. Также это для любителей органики. Она без сульфатов и других недружественных ингредиентов. Это, в принципе, политика бренда Альфа Парф. Отличная маска. Мне она, в принципе, понравилась. Могу рекомендовать для использования. Дальше у меня один из моих любимых гелей для душа от Ниве. Именно вот эта вот белая линия. Она мне позволяет оставлять мою кожу увлажненной. Даже после этого мне не хочется использовать какой-то крем, либо какое-то другое средство, потому что кожа с вот этим вот гелием для душа, она и так достаточно увлажнена. У меня был запах карамболь, очень нежный такой молочно-цветочный аромат. Очень нравится. Могу рекомендовать также Нивея с учётом её небольшой стоимости. Очень приличный гель для душа. И будем говорить, в отличие от более бюджетных аналогов, они не ощущаются на коже, как дешёвое мыло на разлив, а это действительно чувствуется, что это какой-то парфюмированный продукт, что он хорошо и бережно очищает кожу, потому что, когда я покупаю более дешёвые продукты, более дешёвые гели для душа, то у меня такое впечатление, будто бы, не знаю, налили вот из супермаркета, знаете, на разлив стоят большие бодьи с мылом. Вот у меня такое впечатление, что некоторые гели для душа так и делают, просто обычно мыло дешёвое для рук наливают и всё. Дальше кондиционер, который у меня уже очень-очень долго, и вот здесь он ещё есть на донышке. Это Color Therapy от Beosilk. Я знаю, что эта серия прикольная, я знаю, что эта серия хорошо подходит натуральным волосам, она действительно даёт блеск, она без сульфатов, без парибенов, без всякого такого вредного, но мне, как блондинке, недостаточно увлажнения, мне недостаточно питания, у меня после этого кондиционера волосы просто колом стоят. После этого кондиционера я бы ещё использовала какую-то другую маску, но я знаю, что очень многим девчонкам с натуральными волосами вот подходит Beosilk, поэтому моё мнение как блондинки этому средству нет, но если у вас натуральные волосы, то вполне возможно оно вам подойдёт. Дальше легендарная маска Soler 21 для увлажнения, которой вообще все херманьяки поют оды и отзывы. Честно вам скажу, её можно использовать в тремя способами, можно как маску, как бальзам и нанести просто на кончики. Скажу вам так, большого восторга у меня она не вызвала, опять же потому, что я не очень люблю увлажняющие средства, мне очень нравятся питательные, от которых у меня волосы более упругие такие, более толстыми становятся. Очень хороший состав. Для тех, кто разбирается в составе, он меня поймёт. Здесь есть глицерин, что является прямым увлажнением, есть пантенол, гидролизированный шёлк и так далее. Ну, здесь классный состав, поэтому я не могу сказать, что это плохое средство. Как бальзам, оно очень мягенькое, волосы очень такие гладенькие, очень послушные. Но, например, я постоянно борюсь с пушистостью, и это средство делает мне мои волосы всё более пушистыми. Для прямых волос, вот девочки, у кого прямые от природы волосы, и даже если они прямые и убитые, вот это вам средство вообще просто заменит, наверное, все остальные. Стоит попробовать, вот это средство в целом неплохое. Дальше мы показываем, здесь крышечка потерялась, шампунь Color Therapy от BioSilk. Шампунь мне, в принципе, понравился, но будем говорить, да, бренд BioSilk, это тоже бренд, что и чьи, и вы должны понимать, что вы немножко переплачиваете за бренд. По поводу самого шампуня, он без сульфатов. Что касаемо самого состава, то в составе также есть глицерин, есть различные экстракты бамбука и так далее, но они стоят в конце списка, поэтому я не думаю, что их в шампуне очень много. И вообще главная задача шампуня, очистить голову, кожу головы так, чтобы не пересушить всю длину. Дальше показываю хваст, здесь вот такие два масла от Matrix Oil Wonders, и им я готова пить оды. Сколько бы масла для волос я не пробовала, вот эти вот бюджетные масла от Matrix, они остаются моими любимицами в роботе, и я вообще просто без них не могу. Amazonian Murmuru, это разглаживающее масло, оно дает более сильный визуальный эффект. Индийская Amla, это для окрашенных волос, да, тоже неплохой эффект, но если вы хотите вау, вот берите Amazonian Murmuru, вот это масло, которое помогает пригладить волос, высушили ваши волосы, потом на браш вытягиваете, вот это масло мало того, что поможет их выпрямить, так они еще будут очень гладкими, очень блестящими, и визуально создается эффект здоровых волос, действительно здоровых, красивых и блестящих. И, ну, я честно вам скажу, вот сколько я масел пробовала, это было даже масло тоже корпорации, да, Лореаль, то есть это Лореаль Профессионал, это Бел Ред. Я все равно возвращаюсь к Матрикс, и ничего лучше я для себя пока что не нашла, может быть вы мне посоветуете какое-то супер вообще крутое масло, буду очень рада. Следующий гель для душа, который я вам покажу, это Duff, все на немецком, поэтому я вам не могу ничего сказать, просто для увлажнения, вот такая вот фиолетовая упаковка. Шампуни вообще, в принципе, да, мне не нравятся, потому что это масс-маркет, но гель для душа можно спокойно использовать, не обязательно покупать самые дорогие. Что касаемо самого вот этого, да, геля для душа, то мне он очень понравился, тоже он очень увлажняющий, очень приятный аромат, он такой не навязчивый, через минут 30 после душа вы его уже не чувствуете. Безумно неудобная вот эта вот помпа, это вообще какой-то ужас, потому что выдавить отсюда гель, ну, практически нереально, то есть здесь вот оно кверху сужается, ну, действительно очень неудобно, непродуманно, не знаю, может быть кому-то удобно, я люблю немножко другие дырочки. Следующий продукт от бренда Солерм, это протеиновый шампунь. Я была долгое время вообще в восторге, вот именно шампунь, это протеиновый, да, это стоящее средство Солерм, он мне нравится, если у вас волосы окрашенные, либо окрашенные, и не сильно поврежденные, да, то есть не мочалка, вы можете смело использовать этот шампунь. Есть одно но. Я в последнее время заметила по отзывам в интернете, что у девчонок, когда они пользуются этим шампунем, в какой-то момент останавливается рост волос. И я перемотала в своей памяти тот период, когда я пользовалась Солерм, именно просто везде от и до я пользовалась уходом Солерм, я тоже помню, что мне казалось, что у меня не росли волосы, точнее, ну, как бы они не росли, просто кончики обламывались, безусловно, они росли, они не могли не расти. Как-то я, вы знаете, когда уже узнала эту информацию, по визуальным, да, характеристикам, шампунь этот хорош, но я не знаю почему, но вот как бы такое совпадение у меня и у девочек. Так, это ничего не хочу сказать, возможно, это индивидуальная какая-то непереносимость, но как только я слезла с Солерм, у меня рост волос стал намного-намного лучше. Не знаю, конечно, что там Вартан Болотов утверждает по поводу роста волос и всего остального, но я не в большом восторге. Продолжение следует...